Я, если что, отойду. Часов. Так, всем привет. Я очень надеюсь, что меня хорошо слышно и видно. Хотя, очень важно, чтобы меня услышали наконец-то. Так. Народ, вижу, подключается. Так, подождем еще несколько минут, потом начнем, чтобы не повторяться. Да, приветствую всех в это время. Я вижу наших бельских, вижу Подмосковье, Москву. Так, я спрочу это более активно, чем пока те, кто находится в Молдавии. Правда, я не анонсировал этот лайв. И вообще, я думал, что свою первую пресс-конференцию, либо есть приглашение участвовать в программе «Политика», есть предложение, пригласили на журнал ТВ, пригласил Горги Гонца, думал, выступил ну, какой-то из этих программ. Но просто я читаю все, читаю, читаю. И особенно, когда я вижу этот бред, который несется по большому количеству СМИ, я, конечно, в шоке. Так, я, наверное, сейчас отойду, чтобы не пугать туристов. Так. Сейчас отойду. Салутерги не издравил, Салутерги. Я, конечно, оба пелянка, шуба толкнули. Так. Так. Ребят, ну, чтобы не задерживать вашего внимания, те, кто не подключились, посмотрят записи. Ребят, я все остальное обязательно скажу по возвращению домой. Сейчас я не могу просто ждать момента, чтобы я вернулся в Молдавию, чтобы мы с вами увиделись, как я говорил, в рамках там той или иной передачи. Я хотел бы немного поговорить про Кролл-2 и про всю эту кулинарию, которая происходит в течение последних недель в Молдавии. Я так думаю, что в течение следующих нас ждет как бы то же самое. Значит, и так по порядку. Значит, все говорили про, кричали про Кролл-2. Все требовали того, чтобы его опубликовали. Все понимали, что Кролл-2 прячут, потому что там есть шор, потому что там есть плохотнюк, потому что там есть люди, связанные с ними. Как бы кто-то говорил, будет, кто-то говорил, не будет. Компания связана там с семьей гречаной и так далее. В общем, есть новая власть. Новая власть рассказывает каждый день про то, что вот, ой, как сложно снять генерального прокурора. Ой, как тяжело подбирать кадры. Ой, как тяжело то, ой, как тяжело это. Ребята, значит, ну, это уже совсем не смешно. Все голосовали про то, что Молдова является захваченным государством. Ребята, если признали на уровне парламентского большинства то, чем согласно большинство граждан страны, что Молдова является захваченным государством, значит, соответственно, все институты, все судьи, все прокуроры, все чиновники, которые являлись в той или иной, занимали ту или иную должность на тот момент, они как бы служили этому захваченному государству. Поэтому вместо того, чтобы выйти и четко сказать, что решение Реб-военсовета всех на, туда, всех в другую сторону и так далее, значит, мы слушаем про то, что вот там тяжело, тут тяжело и так далее. Сегодня, вместо того, чтобы идти на какие-то жесткие меры, значит, мы выбираем, не мы, наше новое руководство. Сидят, выбирают, кто больше плохиш, кто меньше плохиш среди прокуроров, милиционеров и так далее. Кого-то на сутки назначают, с кем-то ведут переговоры. Ребята, вы вообще чем занимаетесь? Я, во-первых, хотел бы сообщить о том, что я закончил лечение, значит, на данный момент нахожусь в городе Мюнхен и выдвигаюсь домой. Я предлагал свою помощь. В это время, значит, социалисты вместе с кое с кем начали сливать там какие-то записи моих переговоров, якобы там с главным советником Плохотника и всех как бы запудривать себе мозги, что вот усадь и вернулся по согласованию и так далее. Ребята, то, что я делал с плохишами и не только плохишами, я приеду и подробно отвечу на все вопросы, если кому-то не хватает. Но когда я опубликовал десятки материалов разоблачения, почему, алло, новая власть, я, будучи мэром Бельц, значит, опубликовал материалы, как оформляли на жителей Донецка и Луганска компании, которые участвовали в краже миллиардов. В 2014 году в мае месяце, там где-то в комментариях есть видео, я в программе «Скрипник», со «Скрипником», программа «Вечерний разговор» на ТВЦ-21, уже говорил, люди, идите в банки, забирайте деньги, оттуда практически все вымели, максимум 10-15% граждан смогут вернуть свои деньги. Я продолжил об этом кричать в 2015 году. Значит, все выходили, ой, это не так усатый, как бы неправду, говорит, усатый, там балабол и так далее. То же самое, как в 2010 году, кричал, арестуйте Горбонцову, он отмывает 10-20 миллионов долларов в сутки через Молдавию. Тоже ли вышли? Драгуцаны, Центр по борьбе с коррупцией, ой, это не так и так. Потом возбудили дела, правда, дали ему уйти, хотели его отправить в Землегорск, потом, как бы, но дела, как бы, возбудили после того, как дали ему уйти. Ребят, я опубликовал, я, будучи мэром Бельс и находясь уже в международном розыске из-за режима Плохотника, значит, я нашел афганцев, наших пилотов у талибов в Афганистане. И все то, что я делал, вы прекрасно знаете. И этому всему мы подведем некое резюме, когда я вернусь в Молдавию. Почему сегодня они опубликованы, чтобы люди конкретно понимали, что вот, вот есть Плохотнюк, с ним связаны там такие-то компании, понятно, есть Шор, есть Филат, значит, из того, что, насколько я знаю, там нет, говорят, что нет Платона в этом отчете, что там нет Лучинского в этом отчете, но есть Сережа Яралов, по которому нашли всего лишь 8 тысяч долларов. Хотя Яралов покупает за 8 тысяч долларов 4-5-6 пар бикини. Но опубликуйте, может быть, мы доработаем, потому что Кролл тоже не всесилен. И там я уверен, что дайте хотя бы какие-то зацепки, и мы поможем, помогут те, кто разбирается. Сегодня Тулбуря абсолютно правильно написал в Фейсбуке, когда сказал, что есть люди, которые готовы давать показания. Есть люди, которые готовы писать заявления, эти люди с каждым днем теряют веру в новую власть. А через месяц вообще никто не захочет идти давать какие-либо показания, потому что видишь, что сегодня силовыми структурами руководят либо плохотнюки, либо беспомощные люди, которые взялись за то, в чем они абсолютно не разбираются. Я вам подскажу. Андрей Анастас, мне неприятно, что мы с тобой должны говорить через Фейсбук, но по-другому возможности пока нет, хотя я вернусь в Молдавию, сможем это детально. Дома ли министра, динтерна Андрей Анастас, я вам объясню очень быстро, как вы мешкаете сегодня, если вы не спрашиваете, как вы спрашиваете сегодня. Сын досары пенали дискеры, да, дискетыので прокуроры и плохотнюк, которые обвинуты чейек у кого-то уياали диаметром, или у кого-то на участfreе с подсказками работают по себе. Отв longer последовательных материалов, протяной о том, 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 о том что, о том, о том, о том. что аннексация, очистие материалей, ладусарили и экзистенте. Сегодня очень легко возбудить дело, как раз после того, что проголосовали, что Молдова является захваченным государством. По статье, в России это 209 или 205, создание ОПГ. И сегодня возбудите это дело, пригласите всех тех, которые вы обрабатываете по ночам в милиции. Останься, не отстанься, приходи, не приходи, стучи, не стучи и так далее. Вы должны сегодня всем прокурорам, судям, тому же Юрию Чеканулу, который устраивал в беспредел, делать только одно предложение. Ребят, либо вы приходите с явкой с повинной, либо, что как бы вам существенно поможет, либо будете отвечать по полной. Вот какие переговоры должны быть сегодня с коррупционными судьями, прокурорами, полицейскими и так далее. А не сисюканье, которое там идет по ночам. Ребят, я за время нахождения в больнице набрал столько материалов. Я закончил одно международное расследование, от чего вспыхнет, я думаю, не только молдавская пресса, а и международная. Значит, я еду домой, мы сейчас с вами начнем серьезно работать. И если у людей нет веры в те или иные институты, а новая власть не в состоянии вернуть, тогда предлагаю очень простой вариант. Значит, ребят, пишите мне в личку. Все те, которые боятся, не готовы тебе давать сегодня показания властям по той или иной причине, выходите с этими материалами на меня, так как вы выходили до сих пор. Мне неприятно сегодня и стыдно, что ко мне в Германии записано в очередь поговорить больше полицейских и прокуроров, чем новому министру внутренних дел Андрею Анастасову. Ребят, значит, вы что творите там? Мы страдали, мы находились все эти годы под уголовным преследованием. Из нас творили все, что хотели, а сегодня там кому-то там хватает еще совести выходить и рассказывать, ой, да усатый оказывается, пока его людей рвали на части, он сотрудничал с Плохотниковым все эти годы. Значит, эй, алло, давай вы либо проснитесь и начинаете что-то делать, либо я вместе с гражданами Молдовы буду это делать сам, как граждане Республики Молдова, как человек, которому не безразлично. Мы страдали все эти годы не для того, чтобы кто-то сегодня подбирал кумовей, друзей, дружбанов и так далее на ту или иную должность. Значит, не можете сами дать и возможность другим. Вы включаете сегодня кучу людей в эту парламентскую комиссию, которые будут расследовать преступления режима. Я в этой комиссии претендую на роль гражданина Республики Молдова, представителя гражданского общества, который во всех этих материалах, давно разбираясь лучше вас, а получив, то есть, скажем так, я пустарно добываю ту или иную информацию. Когда я опубликовал, когда в интернете был опубликован этот плохоликс с документами, серверами плохотника, сегодня про них тоже никто ничего не говорил. Сегодня, пока я лежал в больнице, значит, были встречи с несколькими следственными группами в европейских странах, которые продолжают работать. Да, они не выходят и не занимаются тем, что будут как бы давать информацию там для того или другого молдавского СМИ. Они как бы работают на результат. То есть, я думаю, что капельницы нужны не мне, а капельницы нужны вот половине вот этих бесхребетных, которые взялись что-то поменять. Значит, поднимите все те материалы, которые мы отправляли в прокуратуру, будучи в должности марабельц, будучи не как от марабельц, просто как от гражданина Молдовы. Прокуроры за эти годы, единственное, почему возбудили дело, потому что опять им было выгодно, только против Филата, когда я его обвинил в финансировании незаконными за рубежа, и уж когда он чаще деньгами Бема там оплатил там услуги одной американской компании, больше ничего не сделали. Значит, я по возвращению домой собираю круглый стол, на который приглашу юристов, специалистов, простых людей, людей, которые хотят реально сегодня добиться каких-то изменений. И если мы не нужны новой власти, они там, Настаса переживает поругаться с Додоном, Додон боится, что его там кто-то поругает в Москве. Значит, ребят, мы будем двигаться с вами, сами у нас будет своя повестка. Но то, что сегодня делают нас дураками, они опубликовывают абсолютно целиком Кролл-2, это вызывает у меня много вопросов. Понятно, у кого-то кумавя, у кого-то друзья, у кого-то родственники. И вот эта наша мамалыжная история приведет к тому, что как ничего не добились после того, как в 2009 году пришли новые власти, которые кричали, что вот, мы там расследуем там все преступления Ворониной, вот, всех посадений и так далее. Ничего не произошло, ничего не произошло. Закончилось тем, что Воронин, наоборот, говорил салату, оставь Гришу Гачкевичу в банк, где экономия, мой парень, он нам пригодится и так далее. Вот и все, вот и все, чем закончилось. Из расследований, как они грели старого режима. Значит, когда уже укрепился Плохотнюк, многие начали оплакивать, вспоминали Воронина, уже как главного демократа. Ребята, вы вот этой вашей нудистикой, вот этой вашей бесхребетной, бестолковой, бестолковыми сопливными движениями, вы вернетесь к тому, что Плохотнюк посидит полгода в Америке. Посидит, подумает, слушай, с таким новым правящим режимом можно приезжать в Молдавию и вернуть все схемы. Ребята, если вы не знаете, как уволить Харужина, пишут все про это. Пишет Петренко, пишут другие гражданские активисты. Эй, алё, вы что творите? Вы что делаете? Вот, опять пошлю ультиматуму, еще пять дней, еще десять дней и так далее. Ребят, решением Ревоинсовета я бы уволил всех за сутки. Значит, половину бы посадил, перехватил бы всех, которые сбегали в аэропорт. Переговорил бы с Зеленским, украинцы бы арестовали тех, которые уходили бы через Одессу. И уже бы сегодня я бы обращался к другим странам, не так, как говорят. Вот, хотят обратиться в ФБР, помочь с расследованием кражи века. Алло, товарищи, вы возбудите дело и потом обращайтесь уже в какую страну угодно. Не в состоянии вы возбудить дело. Вы сидите в Саркисе и в других кафе-городах и обсуждаете, ох, как бы нам найти одного прокурора. Да десять прокуроров есть, только давайте что-то делать. А эти прокуроры как бы сегодня сидят и думают, нет, лучше с плохишом в оппозиции, чем с этими оленями новыми. Вот то, что сегодня, вот то, что сегодня происходит. Вот тут пишет Михаил Шагановский. Рината, ты так далек от демократии. Послушайте, значит, признали, что захваченное государство, значит, в таком ключе и нужно двигаться сегодня. А потом уже говорить про демократию. Давайте говорить про демократию, все останутся на свободе. Народ пойдет в суды, наймет адвокатов в США, в Лондоне и так далее. И знаете, чем это закончится? Короче, где-то через года два нам скажут, сколько мы еще должны за моральную ущерб. Швору, Плохотнику, Яралову и остальным, кто участвовал в краже денег. Просто красота. Короче, давайте, давайте, мы, конечно, еще подождем, но просто те сигналы, которые я получаю от силовиков, которые, ну, просто глубоко разочарованы. Когда одних плохишей хотят поменять на других и так далее, я говорю, слушай, ну, он говорит, просто уже, как бы, руки опускаются, как бы, нет никаких надежд на то, что что-то, что-то, что-то поменяется. Значит, а пока я попрошу наших, я уверен, что смотрят ребята из ОВС, ребятам прислуги. Соберите, пожалуйста, все материалы со всеми теми разоблачениями, которые были за последние четыре года. Я попрошу адвокатов подготовить кубик бумаг, которые мы писали в прокуратуре, и не только. Правда, в определенный момент мы перестали писать, потому что я понял, что уже лучше писать в Нобел, как бы, чем обращаться в Генпрокуратуру. Последние годы мы сюда не обращались, но материалов очень много. Давайте-ка все соберем и давайте либо прибавим скорости некоторым бездельникам, либо, как бы, ну, уедем туда же, куда уезжали все граждане страны в Россию, либо страны Евросоюза укладывать плитку и закончим со всем этим. Потому что это уже просто даже не смешно. Я вас люблю, всем хорошего вечера. Вадурэск, усяры, как моя формация. На деле у арматурия невидима реклубика могла. Широк печи, карял грижи. Как у вас, он целяг, под кумасом полняско досаранал тварь, как у вас, мой экстрадез, а шак ума посты экстрадад, профессор, профессор, профессорей. Деорития Натурки. Вот сразу спросили, лаупарь, казвина, как ша свои экстрадезио. Пятяслав. Не в финанс. Усяры, бун, ваку. Сом ôнтур. БАСНИЕ пр sofissa. Вероятно помимо жизни. РОМИН «зом ash pages. Хотя Miyза collectors банкротки как Шир... BychIN когда мы думаем с себя убрать,